Музыка Проеду вам, друзья, мимо своего бывшего бангала. Вот сейчас на углу, вот здесь вот, вот она, вот она. Вот он этот дом, который был... Вот он, наша бангала. И, кстати, самое странное, что засохла черри. И снова всем здравствуйте, друзья мои. Хотела сегодня показать вам видео о статистике опять в Англии, о коронавирусе, о всяких страстях. А потом решила, да ну его, не буду я. Давайте мы с вами немножко похохмим. Ну, а еще просто я хочу вам показать сегодня мою квартиру. Опять знаю, что многим интересно, чем я занимаюсь дома. Что у меня с домом случилось? Вот тоже проблема. Сейчас все покажу и расскажу постепенно. А на улице у нас 8 апреля и плюс 20 сегодня. Погода шикарная, солнце. Солнце светит во всю свою мощь колоссальную. Я, наверное, скоро пойду загорать на крыше. Ну, друзья, давайте обо всем по порядку. Еще немного об английской жизни. Вот хочу вам показать. Напротив моего дома. Вот. Если кто помнит, как раз я живу на втором этаже. Слева окна. Да не только слева, что я говорю. Вообще, окна все мои. Наоборот, справа, с этой стороны все окна мои. И вот еще посмотрите, что они наделали наверху. Это вот мой дом. И вот они наделали вот такую вот ерунду. Закрыли просто стену вот такой вот черной штукой. Прямо у меня над окном. Типа того, что там внизу лилось у соседки. А вообще, конечно, безобразие. Мы платим огромные деньги своему ландлорду. Вот это наверху мои все. Моя квартира. Как смотрится у меня. Это их штука, которую они закрыли там стену. Она у меня здесь в окне торчит на половину подоконника. И ежегодно платим мы за страховку этого дома. За ремонт, за содержание. Полторы тысячи фунтов. С каждой квартиры. Но, как я уже вам показала, ничего они тут не хотят делать особо. Вот видите, тоже здесь обвалился дом. Стена обвалилась. И за что вообще мы платим, если здесь все приходит постепенно в упадок? Вот посмотрите, здесь шарик был. Ну, он обломался. Этот шарик валяется рядом. Там, по идее, ну, тоже надо все ремонтировать. Вот это страшная какая-то картонка здесь. Вообще не знаю почему. Если здесь нормальные стены, почему они эту картонку не обклеили ничем? Единственное, что сделала хозяйка этого дома, ландлорд, она нам поменяла старую раму вот на эту вот пластиковую, новую. И, опять же, выставила нам счет больше 600 фунтов. Ну, как-то, знаете, мне вот окно особо не мешало. Лучше бы она вот ту дырку заделала, по-моему, которая какой-то картонкой закрыта. Я уже, знаете, предполагаю, что будут спрашивать у меня, а что вы нам не показываете опять свою квартиру? Почему не показываете? Вот показываю. А что я тут? Обустроила ли я садик или что? Я сажала цветы. И вот, не знаю, сколько времени затратила на это, но я люблю заниматься садоводством. И с этой стороны у меня цветочки были. Теперь это все опахерили. Я немножко посадила, я посадила здесь вот эти вот с краешку. Они такие неприхотливые. Вот, а больше я ничего уже сажать не стала. И, не знаю, вот я посадила вот эти цветочки тоже. Я их где-то выкопала в лесу, по-моему. Ну и больше ничего я здесь не делаю. И, скорее всего, что делать не буду. Потому что земля это не моя. Ну вот так. Я единственное, что делаю, я подметаю вот эти вот ступеньки. Потому что здесь постоянно листва, постоянно грязь. Ну и ходить неудобно, как вы понимаете. Никто, кроме меня, ничего тут не делает. А я все-таки хотя бы вход подметаю. Все здесь мою, убираю. Вот так. Вот здесь, вот видите, это же тоже территория нашего дома. Вот, я показывала вам. Здесь было дерево раньше. Сейчас посмотрите. Оно просто сломалось и упало. Вот когда у нас был ураган. Ветки тут немножко убрали, но все равно вот сюда их сложили. И кто должен это все делать. Я вообще не представляю. Там вообще у соседки все попадало. Вот опять Кашандра без лапки. Киска, иди сюда. Киска, киска, иди сюда. Иди. Масик. Показывала вам его. Он трехлапый. Иди, смотри сюда. Не бойся. До моей соседки киска. Вот. У нее нет одной лапки. Но она себя прекрасно чувствует. Видите. Такие не только люди бывают. Калеки, но и котики, и животные. Ничего, нормально. Живет. Бегает. Даже по заборам бегает. Вот такой поковылял. То, что я покрасила чудесно свою входную дверь, я, по-моему, вам уже показывала. Да. Вот еще хочу показать вам. Это дверь, которая... Помните, я рассказывала у меня, когда взломали квартиру. Здесь была дырка. Здесь дырку такую мне проделали. Смотрели, что там. Ну, вот я ее благополучно заделала. Я когда-то помогала отцу, когда строили дом мои родители. Отец строил сам, возводил все. Он инженер-строитель. И, в общем, конечно, ему помогали мы все, домочадцы. И прошло... Строили дом долго, порядка трех лет. И мы помогали буквально все. И штукатурить, и стругать, и белить, и дранкой оббивать стены. И все. Поэтому, знаете уж, вот такую ерунду, как заделать дырку, я еще вас могу научить. А это вот столик еще один. Я буду приводить в порядок. Опять же, он, конечно, слишком такой хлипкий. Очень весь такой был шаткий, хлипкий. Ну, вот я его сейчас тут немножко подремонтирую все это. Подсохнет, покрашу, декупирую. И тоже вам покажу. У меня же спрашивают тут многие. Расскажите, покажите, что, какие у вас поделки. Ну, вот показываю, как он сейчас выглядит. И потом покажу, как он будет выглядеть, когда я его уже полностью сделаю. А в остальном у меня здесь практически все то же самое. Мало что изменилось. Это я показываю вам полку каминную свою. Хочу немного заняться зеркалами, также рамами. Тоже вам все это покажу. Благо, времени у нас очень много. Кстати, в дополнение того, что я вам показывала на улице, наш дом. Вот посмотрите, моя комната, да? Вот здесь вот я сплю. А это кроватка моя. Смотрите сюда, внимательно, наверх. И мы видим наверху вот такую белую балку. Видно вам? А посмотрите, как она прогнулась, эта балка, да? Это потолочная огромная балка. И она вон так дугой прогнулась прямо над моей кроватью, друзья. Ай, мама! И я так прямо и вспомнила императора Нерона, помните? Который свою мамашу Агриппину хотел убить и подстраивал ей козни всякие. В том числе он там ей балку над кроватью такую приспособил, которая на нее обрушилась. Но мамаша Агриппина была тоже не промах. Как вы знаете, что она все сносила и везде выходила сухой из воды. Ну, это я так, просто к слову, знаете эту историю, да? Интересную очень про Нерона, который убил свою мать и, по-моему, даже своих родственников, там, брата, еще кого-то. Так вот, я вот это, знаете, каждый раз, ложась спать, смотрю на эту балку надо мной, нависшую, и думаю, а не ждет ли меня судьба вот той Агриппины. Конечно, не налюбуюсь на свою королевскую герань. Посмотрите, она вовсю цветет у меня. Ну, вот только жаль, конечно, ее бы как-то вот так вот вместе все собрать. Даже, не знаю, подвязать, что ли, как-то, чтобы она вот такая была попушистей. И на этом окошке тоже красавица цветет у меня. Как-то тут мне опять какой-то один умник написал, вы показываете свою фиалку, вот, хвастаетесь, понимаете? Ой, господи, во-первых, не фиалка, а во-вторых, я не хвастаюсь, я просто вам показываю красоту. И вот еще у меня ожил и набирает цвет мой декабрист. Помните, красный, который у меня пропал, еле-еле он ожил и сейчас вот набирает цветы, покажу вам потом. А тем, кому нравится цветущее растение комнатное, в частности, вот, королевская герань махровая, Я хочу опять напомнить, не забывайте, что надо пшикать, желательно ежедневно, смесью вода, литр воды и ложка чайная перекиси водорода. И будут у вас цвести цветы круглый год. Всем удачи, всем здоровья, скоро увидимся, берегите себя, не болейте. Пока, пока!